Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Дарья Ковалевская. О том, какие события этой недели запомнились русскому зарубежью, узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Николай Бурляев снимет фильм о наследии Тарковского. Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» приглашает к участию. Международный фестиваль памяти Высоцкого прошел в Польше. А теперь более подробно об этих и других новостях. На церемонии вручения государственных наград Владимир Путин призвал укреплять и развивать русский мир. Президент отметил, что сохранение национальных традиций является главной миссией для жителей страны и соотечественников. Применительно ко всему русскому миру, который, так же, как наша страна является, и как это не покажется на первый взгляд странным, но тем не менее так и есть, и многоконфессиональному, и многонациональному. Он такой многолекий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать, и делаем это благодаря таким людям, как Вы. Народный артист России Николай Бурляев готовит фильм об известном отечественном режиссёре Андрею Тарковскому. Картина приурочена к юбилею кинематографиста и расскажет о значении религии в судьбе и творчестве Тарковского. В этом году российскому режиссёру Андрею Тарковскому исполнилось бы 90 лет. Он подарил отечественному кинематографу такие знаменитые киноленты, как «Иваново детство», «Солярис», «Андрей Рублёв», «Зеркало» и другие. Его работы отличались особым символизмом. Он обращал внимание на российское прошлое и во многом показывал зрителям историю. Каждый из фильмов режиссёра – это беседа на духовные и возвышенные темы – любовь, память, судьба человека. Ингмар Бергман, на фильмах которого Тарковский учился, писал так, это почти цитата, «Когда я увидел фильмы этого молодого русского режиссёра, я понял, что он имеет ключи от той тайной комнаты, куда я хотел бы попасть, но я туда не могу попасть, а он себя там чувствует как дома». Вот что такое Тарковский. С первого мгновения я принял этого человека в сердце, в душу, на всю жизнь. В жизни народного артиста России Николая Бурляева режиссёр Тарковский занимает особую роль. Именно он пригласил юного актёра принять участие в съёмках фильма «Иваново детство», которое знаменовал настоящий кинодебют в его карьере. Эта военная драма также стала первым полнометражным фильмом Андрея Тарковского. Картина принесла мировую славу и главные признаки на фестивале в Венеции в 1962 году. После Андрея Рублёва мы были в квартире Саввы Ямщикова, в его однокомнатной квартирке. Помню, мы с Андреем вышли на балкон, и вдруг Андрей говорит, «Ты мне самый близкий в жизни человек». Я такой обомлел, что мне в жизни такого и не говорило. Это было после Рублёва, когда жизнь Андрея Тарковского ломалась. Есть Тарковский и до Рублёва, и есть после Рублёва. Фильм «Боже, чувствую приближение твое», посвящённый памяти Андрея Тарковского, это большое исследование. Картина основана на личных воспоминаниях о режиссёре, а также дневников и личных заметок Тарковского. Впервые знакомит зрителей с внутренним миром советского кинематографиста название будущего фильма. Оно взято из молитвы, которая сохранилась в личном дневнике режиссёра. Поскольку я всё время живу с ощущением Андрея в моей душе, то мне просто продиктовано то, что я могу сказать о Тарковском то, что никто не скажет. Это будет первый рассказ о Тарковском от детства до исхода о его религиозной сути. О Боге делал фильмы, интуитивно его чувствуя, не называя впрямую. Над мемориальным фильмом работает киностудия «Золотой Витязь». Съёмки проходят на Волге, на родине Тарковского, а также во Владимире и Суздале, где был создан знаменитый фильм «Андрей Рублёв». Картина посвящения расскажет об Андрее Тарковском, как о глубоко религиозном художнике. Работа над фильмом завершится осенью 2022 года. В Варшаве завершил работу 11-й Международный фестиваль памяти Владимира Высоцкого. В Польше это мероприятие проходит каждый год. И для музыкальной жизни столицы оно уже стало традиционным. Здесь песня знаменитого барда исполняют творческие коллективы и молодые исполнители из Украины, России, Литвы и других стран. Подробнее об истории фестиваля в следующем сюжете. В жизни Владимира Высоцкого Польша всегда занимала особое место. Он с большой симпатией относился к этой стране. Имел здесь множество друзей и знакомых. Творчество Высоцкого особенно ценили за рубежом. Публика знала и любила его песни. Примечательно, что именно польские журналисты впервые обратили внимание на карьеру Высоцкого актера. В 60-х годах в зарубежной прессе стали регулярно выходить обзоры театральных спектаклей с его участием. Высоцкий как раз попал в такой момент, когда он здесь стал вместе с польскими артистами прогрессивными, естественно, идущими впереди в авангарде всей Польши. Он стал также, можно сказать, поэтом революции. И Высоцкий попадает в этом смысле чуть ли не на вершину всех этих артистов, которых Польша и поляки признают как очень высокую поэзию. К наследию Высоцкого в Польше до сих пор относятся с большим уважением и любовью. Здесь проходят памятные концерты и творческие вечера. Но главным событием, объединяющим всех поклонников творчества знаменитого Барда, стал Международный фестиваль памяти Высоцкого, который проходит в Варшаве ежегодно уже на протяжении 11 лет. До самого начала было желание приглашать не только оригинальных исполнителей в оригинальном языке, то есть на русском языке. И это стало как бы такой, не то что визитной карточкой, а такой идеей, добавочной идеей фестиваля, что песни Высоцкого сближают культуры, сближают языки. И есть исполнители во всем мире, которые переводят Высоцкого на другие языки и поют на своих родных языках песни Высоцкого. Исполнить любимые песни приезжают участники из разных уголков мира – России, Украины, Литвы, Польши и других стран. Участники по-разному передают творчество поэтам. Кто-то сохраняет традиционное исполнение композиций, кто-то привносит новые жанры и ритмы, но всех объединяют преемственность поколений и музыкальная культура. Ученики Русского центра города Старозагора получили дипломы за участие в международных детских конкурсах по изобразительному искусству. Работы участников представили их богатый творческий потенциал и были отмечены членами жюри. 14 февраля во многих странах мира отмечают День книгодарения. По традиции в этот праздник принято делиться книгами с друзьями, передавать подарки в детские библиотеки, школы и благотворительные организации. Тематическую акцию проводит также Российская детская государственная библиотека. Присоединиться к ней можете и вы. В России стартовала акция «Дарите книги с любовью». Ее главной целью является возрождение интереса к чтению среди молодого поколения и сбор книг для библиотек в малых городах. Проект помогает обновить книжные фонды школ и обеспечить юных читателей современной качественной литературой. За годы работы акции уже удалось подарить региональным библиотекам России более миллиона книг. Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. Вот глагол «любить» тоже не терпит такого же повелительного наклонения. Мне кажется, что вот в этом дне эти два глагола «любить» и «читать» они как-то очень замечательно совместились. Принимают участие в акции книжные магазины, музеи и образовательные учреждения. Сделать подарок для детских библиотек можно онлайн. Для этого нужно зайти на сайт проекта «Подари ребенку книгу» и выбрать фонд, который нуждается в пополнении. По-настоящему полюбить книгу мне удалось относительно недавно. Поэтому сейчас, знаете, как человек горящий, как человек в чем-то начинающий, я всегда стараюсь присутствовать в мероприятиях, участвовать в тех акциях, как это, например, «День книги дарения», которые будут пропагандировать чтение. Генеральным партнером проекта в этом году стало издательство «Эксмо». В «День книги дарения» каждый участник сможет получить скидку на книги от издательства. До новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok